Синева Синева Я давно слышал про такую технологию уборки, рассматривали, смотрели немецкую технику, но сегодня мы видим нашу российскую, отечественную на полях. В принципе, здесь работают сейчас два полесья на уборке ячменя, урожай идет выше 50 центров, где-то 54-55 примерно, но точно будем знать в конце дня, наверное, даже сегодня. На него, в принципе, надо не два полесья, как сейчас работает, а три, он вполне их обеспечит, и нужно будет всего две машины, два КАМАЗа. Хотя при обычной работе на отвозе это три, а то и четыре КАМАЗа. На три. То есть у нас вот в уборке, когда участвуют, при такой урожайности мы примерно держим на три полесья четыре КАМАЗа. Здесь достаточно будет двух с перегружателем, они вполне успеют. На три комбайна. Ну, в принципе, лучше не заезжать, потому что КАМАЗ придавливает почву настолько, если она еще почва структурная и влажная, как вот сегодня, то, в принципе, она придавливает почву. Он давит гораздо меньше, и после него видно, что почва не уплотнена так сильно, как после КАМАЗа. Поэтому это, как бы, положительный момент, что КАМАЗы как можно реже должны держать на поле. Мы уже на будущий уборку, как бы, да, будем что-то планировать и думать, потому что КАМАЗы свои, как бы, есть, но их не хватает. На уборку мы всегда нанимаем КАМАЗы. Вот в этом году их семь КАМАЗов на уборке участвуют. На будущий год с решением Азимуклина до, там, трех с лишним тысяч Азимуклина, а урожайность мы не будем загадывать. Планируем, что она будет высокая, поэтому нужно будет КАМАЗов 10 нанимать. А если вот с таким перегрузчиком, то, я думаю, что их достаточно будет 5-6. То есть, ну, будем рассматривать вопрос зимой. Да, спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»